Этому зданию 50 лет. Оно строилось специально под школу. Школа является и по сегодняшний день. До 2008 года это была школа номер 30. Сегодня вторая гимназия. После реорганизации, когда учебное учреждение получило новый статус, его история не началась заново. Она продолжилась. Всю ее от самого начала бережно хранит школьный музей. В 1965 году наша школа гостеприимно распахнула двери для учащихся этого микрорайона. Она была площадкой для практики завода Малмаш, Прадмаш. Здесь котельный завод. Ребятишки проходили практику на этих заводах. Непосредственно в мастерских работали. На самом деле не так важно, какой номер носит учебное заведение. Школа – это не стены, это люди, которые в них работают. Именно так считает Ирина Николаевна Карташова. Одна из тех педагогов, для которых этот юбилей очень большой день. Она сама когда-то здесь училась. Потом пришла работать. Завучим, педагогом, за плечами 29 трудовых лет в этих самых стенах. Работа переплелась с жизнью. Жизнь с работой. Здесь Ирина встретила свою первую любовь. Здесь отучились ее дети. На вопрос о том, что такое школа 30, я могу ответить одним словом. Школа 30 – это моя жизнь. Стены родные, все родное. Даже несмотря на то, что меняется облик школы. Вставили вот в этом году пластиковые окна в спортзал. А для меня он все равно тот же спортзал, где я сама ходила в 73-м году на секцию по волейболу, куда ходили мои сыновья, куда я ходила в роли зауча, посещала уроки. Ну, в общем, все родное. От стен до книг. Ну и самое главное – люди. Здесь помнят и всех директоров, и учителей, и выпускников. И сами выпускники не забывают далекую учебную жизнь. Александр Рябинин закончил школу 25 лет назад. Сегодня он руководитель операционного офиса банка. И считает, что в становлении своей профессии он обязан учителю математики. И он и решил поздравить с юбилеем реорганизованной школы. Как преподавала математику и преподает, я думаю, Ирина Николаевна Карташова, не преподает, наверное, никто. Очень увлекательно, с интересом. Поэтому в университете обучаться было очень легко и просто, скажем так. Поэтому высшая математика уже прошла, скажем так, на ура. Тут учатся целыми династиями. Зачастую выпускники этой школы, те, что остались жить в нашем городе, спустя много лет вновь возвращаются сюда. Приводят учиться уже своих детей. Ну, здесь на самом деле было очень интересно. И здесь персонал хороший. И мы, получается, и, конечно, хулиганили тут, и спички в замки сували. И, ну, что греха таить, может быть, даже и стекла разбивали. Ну, я уже не помню это на самом деле. Ну, здесь было интересно, мы здесь выросли. И было принято решение и дочь сюда дать тоже учиться. Новый статус и возможности учебного заведения привлекают сюда все больше учеников. И не только. Пополняется и педагогический состав достаточно ценными молодыми кадрами. Здесь была вакансия учителей китайского языка. Собственно, это тот язык, который я изучаю, который мне очень нравится изучать. Поэтому я выбрала это учебное заведение. Школа номер 30, гимназия номер 2. Каждый зовет это учебное учреждение по-своему. И для старшего поколения, и для молодежи этот 50-летний юбилей – праздник статусный, пусть и неофициальный. Татьяна Свинаренко, Алексей Мельков. Новости ОТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова